Ну, там как было? Сначала люди бегали повсюду вообще дикие и жрали друг друга без остановки. Потому что зверя хуй поймаешь, и вообще у него зубы, там клыки. Может ведь и наоборот получиться. Потом одни чуваки допетрили, что можно хавщик выращивать и его точить. И зверей тоже выращивать можно, но только слабых. Чтобы их потом замочить можно было без проблем и тоже схавать. Медведей там или тигров особо не повыращиваешь, а в те времена в лесах еще не такое водилось. Вот. Для всей этой байды с безопасной едой нужна инфраструктура. Ферма там, поля, загоны для скота, колодец и прочая хуйня. То есть особо не побегаешь уже. А те чуваки, которые все еще бегали и жрали, периодически набегали на тех, у которых инфраструктура и нещадно их пиздили. И все у них забирали, а что не могли забрать, сжигали. И дальше бежали. Потом самые вообще хитрые среди тех, что бегали, вдруг поняли, что можно захватить тех, кто не бегает, самому нихера не делать, а хавать на шару, забирая то, что нравится у захваченных. Но не все, чтобы они с голоду не передохли. А убежать они все равно не убегут, у них вон коровы. Куда они с коровами денутся? Только надо от других таких же желающих обезопаситься. Так что они заставили своих новоиспеченных рабов выстроить защитный забор, а сами вооружились получше и начали колбаситься. Но вскоре их победили более злобные и сильные говнюки. Те, в свою очередь, еще более крутые, и в результате нехитрого естественного отбора, в конце концов, у власти оказались настоящие боевые пидорасы. Прямо на заглядение. А чтоб народ не пиздел, они придумали, что их бог назначил всеми командовать.